На участие в турнире прибыло всего 9 команд. Борцы из Кашитау, Степногорска, Адбасара и Аршалы, а также спортсмены из Сандыктауского, Астраханского, Егендекольского, Есильского и Жаксынского районов на соревновании так и не появились. А возможно среди них был бы и следующий чемпион Казахстана. Тем не менее, Аким Ерементавского района Абай Альжанов поблагодарил участников соревнования, пожелал удачи юным борцам и вручил памятные награды победителям. «Хотелось бы, что участие в нашей команде было стопроцентным, но сегодня на данный момент Казахкросс Спартакет и Жастар принимает участие 9 команд, более 90 спортсменов. Я так думаю, что в дальнейшем развитие будет, будут принимать больше участников. Это цель непосредственно Спартакет и Жастар выявить наших победителей». Более 80 борцов в 9 весовых категориях соревновались друг с другом. Турнир проходил по олимпийской системе. Среди спортсменов встречались борцы, участвующие не только в районных, но и в республиканских состязаниях. Поэтому каждый поединок был по-своему уникален. «Соревнования повышают рейтинг района, поэтому мы выложились по полной. Из нашего района в финал вышли 7 детей. В финале соперник был сильнее. На отборочном этапе в республике я проиграл ему. Теперь отыгрался. Я надеюсь, что в будущем продолжу совершенствоваться в Казах-Куре СССР и занимать призовые места на больших турнирах». По итогу соревнований первое место заняла команда «Ерементау». Второе место – борцы Целинградского района. Тройку лидеров замыкают спортсмены из Аккольского. На церемонии закрытия победители были награждены в различных номинациях. «Очень жаль, что многие спортсмены из районов и городов не приехали. В командном зачете первое место заняли борцы из Ерементау, второе – из Степногорска и третье – из Аккольского района. В целом, за последние годы дети добиваются хороших результатов республики». Чемпионат страны среди детей и подростков пройдет в марте следующего года в городе Тарас. Рамиль Дусумов, Берик Айдарулы, Ермек Махметов, Кокщи Акпарат.